Рак Перископ Рак Перископ Я послушал этот тракдик Реленый крутой тракдик Да Как дела Андрей Замай? Охуенно Лечу завтра в Берлин А в Манчестер? У меня визы нет Замути визу прилечу А я тебе могу приглашение дать Давай приглашение Закрывает соцсеть А ты когда возвращаешься в Питер назад? Скажи Андрей Замай Чтоб ты мне выслал приглашение? Не, я просто через день недели приеду в Питер. А, ну я буду, я авторник уже вернусь. Ну вот, ты все, видишь? Нормально, видишь? Нормальная тема. Я на неделю приеду в Питер, буду в политех ходить на пары. Нахуя? Ты что, ты видела, чтобы возвращаться и в политех на пары ходить? Ну, по-моему, очень крутая тема. Ты приходишь, причем я не буду говорить никому из своих одногруппников о том, что я приеду, просто на пару приду. У меня будет все спрашивать, типа, а что ты тут забыл? Я буду говорить, ну, братан, вылетел. Вылетел. С кем, с кем бывает. Бля, я сейчас, я в реальде ставил итальянских рэперов, и там есть у них хохол, короче, слава. Да ладно? Реаль, охуя. Ну, то есть он давно иммигрант уже, и он там, у него какой-то пафосный трек. Типа, что-то про родину, да, я так понимаю. И вначале он по-русски говорит, что что-то... Брат, ты помнишь? Мы думали, здесь будут наши могилы. Это такое, я охуел. Слава, короче, это пиздец. Это вообще бомба, итальянские рэперы, это бомба. Тут, знаешь, один из первых способов социализации, типа, в общежитии, это просто, типа, ставить друг другу рэперов. Вот, смотрите, у нас такие бомбанаты есть. Я всем... Я всем ставлю... Андрей, у меня такая история пиздец есть, подожди, просто жесть. Короче, история такая. Я пришел со своими чуваками, у меня тут есть, типа, компания ребят, с которыми я постоянно тусуюсь. Норвежец, китаец, девочка из Германии, француженка. Короче, ну просто зашибись, ребята просто топовые, реально, нормальные ребята. Вот, один швед, испанец. Ну, короче, вообще весело, мы с ними в пабы ходим. Вот, и как-то мы пошли в пабы, там, в караоке. Они такие, типа, ё, братан, а ты можешь свой трек спеть в караоке? Я пошел в караоке, спел свой трек, возвращаясь домой назад, типа, утром чекаю директ, и мне там какая-то англичанка в директе написала, типа, блин, а что ты делал в Манчестере? Я такой, типа, чё, в смысле, ты откуда меня знаешь? Она говорит, ну, у меня друг интересуется русским рэпом, он мне твой клип поставил. Чувак, ты прикинь, меня узнал из девочки в Манчестере. Всё, бабник, не возвращайся, ты предал родину, тому интересуются уже иностранцы всякие. Ты думаешь, что они знают, что ли? Тут ты чё? Вот так. Андрей, ты вот, если в караоке пришел бы там свои трек, типа, да-да-да, вот эти все, да-да, там избежалась куча фанатов твоих, блин. Конечно. Ты уже не антихайп, ты уже хайп. Я уже не антихайп, я хайп. Да, на сегодня, короче, мы ездили в Ливорно, и нас преследовали ёбаные русские какие-то, причём, ебучая семья, там, знаешь, типа, отец, ну, молодые, мать и ребёнок, который говорит, а что мы будем дома делать? Слушай, а Ливорно, это какая-то деревня под Пензой или что? Нет, ну, это такой город, нормально, портовый. Да я знаю, блин, что ты рассказываешь. Не, ну, под Пензой город, город в Пензе. Ну, под Пензой все города ходят, русские, на самом деле. Бля, прикинь, плавник, плавник, она реально эта баша ёбаная падает, прикинь, ел. Реально падает. Жёстко, типа, не рассказывают. Жёстко, вообще жёстко. Её там тысячу человек пытаются удержать, не получается. Все на улице. Блин, ну, респект. Слушай, ну, это воздух такой, наверное, да, вот этот пиндоский, типа, там всё падает. Пензюкский воздух. Русский швейцарь. Да. Знаешь, что, у меня тут, короче, разговор состоялся. Есть такой легендарный рэпер, знаешь, наверное, есть Виктор СД такой. Ага. Вот, мы с ним такие посидели, поговорили, он говорит, ну, давай ты на меня сначала диз запишем, а потом с тобой фит напишем. Хитро, 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 Витя хочет хайпа, да? А ты, мол, я же тебя не запишу, да. А потом мы тебя подпишем на лейбл. Так я уже, я же уже в октябре, ты что? А, ты уже в октябре, да, соболезную. Он такой, типа, говорит... Вири Альди на Ренессансе. О, ну, это следующая ступень. Куда мне до Вири Альди? Да. Давно уже. Уже давно уже. Да. А это правда, что Вири Альди просто играл в компьютерную игру вместе с Виктором СД, и так он на Ренессанс попал? Так я в Ренессансе попал. Так, да, это правда. Вот это крутой отбор. Реально. Да, ты не играл в компьютерную игру. Нет, я в компьютерную игру не играл, ни разу. Виктор СД. Ты что, блин? Да. Ой, слушай. Прикинь, реально, в Москву прилетел на концерт Букера? Да, да. А я в Питере был на концерте Букера. А, я видел. Я ты там в боксерском шлеме читал. Да. Причем этот шлем мне Вараб передал. Да, так я видел, как он его передавал. Он передавал ему Букеру со словами «это очень важно». Конечно, Букер бы проебал, иначе это все появилось. Слушай, знаешь, что? Есть еще такая история. У меня сестра оформляла визу в Англию. Приходит визу. Ник, а ты можешь вот всех забанить, кто требует от меня, чтобы мерч отправили? Все, погоди. Пожалуйста, всех забань. А как банить в Инстаграме? Какой мерч? Какой? Ни про что. Ну все, давай расскажем. А, вот, все. Скрывать прямые эфиры. Скрыть. Короче, сестра приходит в визовый центр, получать визу. И там в визовом центре такая маленькая комнатка, и висят, типа, почетные гости. Вот, почетные пользователи визовым центром. И там висит слева фотография Полины Гагариной. Ага. Вправо висит фотография Розенбаума. Ага. А в центре висит фотография Гнойного. Ага. Счетные. Между Полиной Гагариной и Розенбаумом. Нормально. Вот так бывает. Так бывает. Я думал, конечно, что Оксимирон, но я немножко ошибся. Гражданин. Гражданин. Оксимирон не путешествует. Откуда он? Да, его не выпускают из России. У него сифилис просто. Ну да, бывает. Бывает. Бывает сифилис, бывает еще что-то. Не сварим. Покажу, Андрей Замань. Давай. Смотри. Вот так вот идешь такой. У тебя не хуевая такая клетушка. А ты что думал, блин? Это ж Европа. Европа. Да все, вы вышли из этой Европы. Нет, но еще до 2019 года. Вот тут живет девочка из Индии. Так и написано Е. Тут живет девочка из Китая. Она никогда не выходит из комнаты. Она там жрет, спит. В общем, странно. Правильно. Это маленький Китай. Тут тоже девочка из Китая живет. А тут живет пацан из Китая. Бля. А могли бы в одной комнате жить. Вот реально, что за бред? Это типа ван, кухня. Слушай, нормально, вообще по кайфу. Тут два холодильника. Кухня больше, чем у наших советских людей. Ван. А Грин Парк далеко? О, смотри, там, что-то чувак стоит, смотри. Хочешь, откроем книгу, крикнем. Хэй, ю, фак, ю, чем-то такое. Не надо ругаться, он тебе пизды потом даст. Они нас боятся, на самом деле, как не знаю кого. Они серьезно. Собер на тебя, Илья, посмотри в зеркало. Кто тебя может бояться? Они даже меня боятся, братан. Я разговаривал с ирландцем, мы смотрели бой этого Хабиба Нурмуговедова против Конора Магрега. Крэйзи Магахелл пришел. Крэйзи Магахелл. Салам. Это новый участник группы Антихайп. Знаешь, почему, Илюха? Он может некую дичь просто часами рассказывать. Так вот, как, типа, для того, чтобы попасть в группу Ренессанс, нужно поиграть с Виктором СД в компьютерную игру, а для того, чтобы попасть в Маттихайп, нужно часами рассказывать какую-то херню. Да, да. Просто пичь, так. Вон, Грин Парк. Ты спрашивал по Грин Парку. У него окна выходят. Ага, неплохо. Что там, Оксимирон сидит? Да, под оксимирон сидит. И пускай это... Неплохо, неплохо усрался, Илья. Что я могу сказать? Ну, так живем, да. Вовремя из России сухнул. Доширак сегодня съел, прикинь. Да, дошик нашел. Да, тут, блин, они дешевые. Нормально. Они дешевые. Только это не доширак, это рамен. А, это рамен. Не, ну это не дошик. Это уже какой-то мажорский доширак. Стоит он, как русский доширак. Русский доширак. Илья, мы вот в Красноярске ждем тебя. Сейчас, секунду, погоди, приеду. Да. Адреса моя ближе, он в Пензе. Да, прямой, короче, прикинь. Манчестер-Красноярск. Межконтинентальный перелет такой. Манчестер-Красноярск. Погоди, там кто-то пришел. Хочешь поговорить с каким-нибудь пиндосом, смотри. Нет, не хочу, я русский человек. Ты че? Мне не нужны всякие. Все, там кто-то там пришел. Не, фу, блин, я не буду говорить с этой китаянки. Ну, мне, нахуй. Конечно, нихуя себе. Она руками ест, наверное. Руками ест кошек. Кошек и не соль. Слушай, я тут ходил, типа, меня звал этот кореш, китайский, в китайский квартал в Манчестере. Я хожу, и мы пошли туда, типа, в ресторан какой-то, зашли. Вот. И мы зашли поесть китайские еды. И он такой, братан, сейчас будет просто очень-очень вкусная еда. Прям очень. Это, короче, легкие свиньи. Я такой, ты че дебил. Легкие свиньи. Как говорил Вова Галат, легкие и тяжелые. Это панч. Да, его надо додумать. Так, что там, Стефан что-то пришел? О, Илья, ждем тебя в Мурманске. Стефан, ждем тебя в Манчестере. Да, Стефан пришел. Тут все легенды были здесь. Даже Руслан, вот этот, который толстошенький. Руслан Усачев даже был здесь. Руслан Усачев. И че говорил? Говорил пам-пам. Шутил шутки всякие. Стендап пытался запустить. Не получилось. Так он же не стендапер. Стендапер это Данила Поперечный. Данила Поперечный. 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 Ощущение, будто бы по скайпу разговаривать про нас забыли. Это что, не скайп разве? В скайпе есть. Я тут недавно нашел бит. Недавно. Ой.